На собственном опыте, на опыте клиентов, на тех, кто приходил там за советом, за консультацией, на тех, кого правили, тупиковой ситуации нет, есть тупиковое мышление. Смысл вопроса в чем? Любой тупик, это не тупик, это когда вы из целостного, допустим, круга для простоты, вы просто вырезали сектор и пытаетесь в этом секторе решить вопросы тогда, когда вопрос это на самом деле требует целого круга, то есть должен быть тот, кто смотрит на вещи как бы либо сверху, либо со стороны, но точно не из центра и только в своем направлении. Вообще вот сейчас вот на текущем уровне развития, то есть конец 18 года, я так смотрю, что сами люди в основном что-то пытаются в себе собирать, потому что специально идти сложно, но это на самом деле хорошо, потому что это ваше развитие и как бы я сколько могу в этом участвую. Ситуацию можно представить схематично и схема выглядит, ну я люблю рисовать в форме восьмерки, то есть знаете такой знак бесконечности, физическая, внешняя полупетля, внутренняя полупетля и все, энергетика выходит, поступает следующее, то есть в принципе простая аналогия с системой кровоснабжения, то есть да система кровоснабжения замкнута, но замкнута она не в круг, а в восьмерку, то есть в два полукруга, причем функции этих полукругов, они в общем-то как будто бы противоположные, на самом деле это просто одна большая функция, которая себя так проявляет. Вообще жизненная сила очень часто движется именно по двум полупетлям и в сумме она конечно замкнута, но полупетли разные. Нужно рассматривать человека, мужчину или женщину, как бы условный центр, потом внешний мир, окружение, то есть это люди, ресурсы, события. Нужно смотреть внутреннее состояние человека, опять же мужчины, женщины, ну или ребенка и примерно представлять, как вообще ситуации развиваются. То есть приходит какая-то новизна вместе с жизненной силой, относительно этой новизны выполняются какие-то действия, причем действия как по реализации, так и по уходу от реализации, действия бывают разные. Потом эти действия вызывают определенные изменения уже во внутреннем состоянии человека, опять же мужчины, женщины, ребенка. Состояние корректируется, энергетика уходит, приходит новая энергетика. То есть если человек, допустим, постоянно себе лжет, новизну не реализует, то энергетика приходит, 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 приходит и сливается, 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 сливается и никаких тебе ни возвратов, ни денег, ни нормальных отношений, а внутреннее состояние вообще не корректироваться и просто проваливаться в тартарары. В результате это называется слив. Вот есть вторая противоположная ситуация, когда опять же энергетика приходит, уходит в реализацию. Реализация приносит результаты. Результаты укрепляют внутреннее состояние и отношение к себе. Люди растут, жизнь развивается, старая энергетика ушла, пришла новая, новая, новая. То есть в принципе это развитие, это расширение. Хотя вот эта вот схема, вот эти вот две полупетли, она, в общем-то, примерно всегда одинаковая. Круг внешнего мира и круг внутреннего, если это дело касается человека. То есть в сумме это, да, замкнутая часть, но она состоит из двух немного разных и в чем-то даже может быть противоположных вещей. То есть вот, например, я что-то делаю и я знаю, что мне это нужно делать, но я вот вообще вот не хочу, но я знаю, что мне нужно и в итоге получается вроде бы нормально. А иногда ты делаешь, а тебе еще и нужно, и вот тогда ты, да, вроде бы как вообще растешь, так раскрываешься, все у тебя хорошо. Но не всегда. Иногда ты и делаешь через силу и состояние полное АГ, а в итоге вообще тебя обманули, вообще не надо было этого делать, все это выкинь и забудь. То есть вот три как бы варианта. И при этом, зная вот эту вот схему, смотреть нужно на любую ситуацию, постараться либо немножко со стороны, либо сверху, но лучше со стороны. На себя со стороны посмотреть очень трудно, когда ты завязан. Но когда ты смотришь со стороны, ну вот глупый пример с лекарствами, да, кардиолог назначил своих 10, терапевт своих еще 10, там лекарств физио. А в сумме, в сумме она не работает. Она не работает, потому что если посмотреть со стороны, ты понимаешь, что она не может печень 20 единиц разных всяких там чего-нибудь, она не может переваривать. Нужно как-то где-то, как-то взаимосвязи запускать. Ну, секторальное мышление, проблемы с взаимосвязями. Кстати, в бизнесе вообще то же самое. Бухгалтер тебе говорит одно, безопасники тебе говорят другое, маркетинг вообще тебе говорит третий, а в итоге просто у тебя времени и нет у тебя времени, и все. Но, с другой стороны, ни с кем вообще не взаимодействовать тоже нереально. Поэтому функция руководителя, если это организация, искать какие-то либо компромиссные, ну, это, конечно, не хорошо компромиссные, но лучше какие-то, как бы, подходы, ну, целостные подходы. То есть, чтобы интересы многих сочетались. Тогда, да, организация будет расти. Но если мы говорим про семью, то, в принципе, как правило, женщина ищет решение, которое либо удовлетворяет всех, и тогда отношения улучшаются, либо, есть перекосы, да, то есть, ты вроде бы, вроде бы, внешнему миру все хорошо, но ты жертвуешь собой, внутреннее состояние сдувается, а потом сдувается реализация. Причем сначала сдувается внутреннее состояние, потом здоровье, а потом сыплются внешние процессы, если ты жертвуешь собой. И чаще с собой жертвуют женщины, хотя мужчины тоже очень часто. Кстати, дети в семьях жертвуют собой, если они сильно больны. То есть, если ребенок сильно болен, то, как правило, это конфликты между родителями, изначально, еще и, может быть, даже до зачатия. Потому что, когда ребенок чувствует хорошую атмосферу, он вкладывает все силы на, как бы, развитие себя. Но дети могут собой компенсировать жизнь родителей, и если приходят с ребенком, то приходится, кстати, это тоже решать. То есть, почему я много-много-много разных сторон жизни сейчас называю, да потому что тема видео целостность, то есть, целостность восприятия. Вы не можете воспринимать себя отдельно от окружающего мира, кстати, очень часто пытаются, но на самом деле это невозможно. Если рядом с вами в окружении вампиры, то, какими бы вы хорошими не были, внешнее типа хорошее отношение компенсируется вашей энергетикой, так можно заболеть вообще с пустого места или там какие-то неудачи пойдут. Наоборот, если вокруг вас позитивные люди, а вы вампирите, ну так тоже иногда бывает, почти никто не признается, то тогда они вас задушат своим внешним, опять же задушат ваши внутренние, но потому что они, как бы, на позитиве, а вы нет. То есть, нельзя воспринимать отдельно внешнее и внутреннее, и нельзя воспринимать внутреннее, ну, как, допустим, органы, отдельно от себя. Ну, как, допустим, часто бывает. Пара на консультацию приходит, женщина такая, ну, мужик классный, вроде вот это, это дело, там, удовлетворяет меня где надо, и все вроде хорошо, но вот его вот отношение к жизни меня бесит. И я такая, вроде бы как, вроде как хороший секс, хорошие деньги, хороший отдых, но отношение к жизни бесит, и вот мы живем. Я говорю, слушай, ну, вот мы смотрим, как бы, на направление, да, и у тебя хорошо, 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 раз и дырка. Я говорю, так не будет. Вода из пробитого сосуда точно вытечет, и жизненная сила вытечет, если тебя где-то что-то ярко бесит. Говорю, ты либо себя меняй, либо с ним как-то договариваетесь, ну, другого не поменяешь. Либо мужика-то другого надо искать, потому что ты тратишь жизненную силу, ты компенсируешь там, где тебя сильно бесит, а другие стороны жизни, которые хорошие, ту, которая негативно, они не накроют. Это разные вещи, хотя воспринимать нужно целиком. То есть, чтобы получить какие-то результаты с анализа ситуации, допустим, если вы хотите это делать самостоятельно, то нужно смотреть, вообще жизненную силу часто сравнивают с водой, то есть нужно смотреть в целом на сосуд ваш, то есть на ваше тело, если у вас где-то большие блокировки или на что-то вы очень сильно эмоционально реагируете. Ну, знаете, там в йоге понятие тонкие тела и прочее. То есть, любое место сильного зажима или сильного расслабления в любом из тел, это место, куда энергия утекает, причем утекает очень быстро. Если вы хорошо, 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 а вот здесь вы люто кого-то ненавидите, то туда вы сливаете очень много. Если все хорошо, хорошо, а где-то вы там, где-то прям взлететь готовы, то вы туда тоже сливаете. То есть, аналогично тело, допустим, я обследую, раз где-то блокировка. Пока ее не трогаешь, вроде все хорошо, но ее начинаешь проверять, и это очень чувствительное место. Почему? Потому что тело по умолчанию затыкает места утечек блокировками. То есть, блокировка позвоночника, это если вы где-то очень сильно сливаете энергетику, блокировка может создаваться телом специально. Если вы где-то к какой-то части жизни не можете адекватно отнестись, у вас ее может просто не быть, то есть, сама жизнь вас блокирует, это вообще механизм встроенный, но вселенная разумна. Я думаю, в принципе, многие уже с этим сейчас согласятся. Смотрим, значит. Берем листочек бумажки, кстати, в феншуе эта схема хорошо выражена, но там только половина. То есть, берем себя, обводим в центре, там названо ядро, да, и там выделено 8 направлений жизни, базовых, хотя каждое еще можно поделить, если хочется. И вы смотрите, насколько у вас вообще сфера жизни, она центрирована, то есть, насколько вы любите себя, насколько у вас там отношения, деньги, развитие, карьера, обучение, что там еще, дети, родители, социум. Но это статическая схема. Вот рисуете звездочку, где вы там, насколько где развиты, в каком направлении, и понимаете, что вот здесь у меня там, допустим, сто процентов развития, например, в работе так часто бывает, а вот здесь в личной жизни тоже часто бывает, там, извините меня, ноль. Смотрим, где мало, где много, и перераспределяем в сторону центра. Вообще, действие, на самом деле, нелегкое, но это только половина работы. А вторая половина работы, это когда вы именно смотрите само движение жизненной силы. То есть, вот пришла новизна, вот пошла внешняя реализация, вот пошли внешние результаты, вот пошло внутреннее восприятие этих результатов, и внутренняя оценка того, что в итоге вы получили, и снаружи, и внутри. И потом уже идет принятие решения. И если, допустим, снаружи у вас все хорошо, то есть, вот эта вот карточка, вот эта вот статичная, с направлениями жизни, она в основном за внешние. То есть, можно, в принципе, рисовать, как она у вас снаружи есть, и как вы чувствуете это внутри. И зная вот эту вот, как бы, схему движения энергии, вот тогда уже получится какая-то целостность. То есть, вы смотрите, допустим, вот у меня есть там дом, машина, там, личные отношения, вообще все нормально. Ну, мужик не пьет, деньги есть вроде как, секс тоже. Вот вроде дети там где-нибудь учатся, вроде и с родителями все нормально, и все круто, все классно, и плакать хочется. Почему? Потому что снаружи все класс, а снутри состояние, ну, полное Г, так часто бывает. Ну, причины разные, там надо, в принципе, разбираться. Но смысл в том, что очень много людей, бывает, компенсируют не то, что одну сторону жизни, другой стороны жизни. Они, бывает, компенсируют, ну, работают на результат. Они просто выжимают себя. То есть, допустим, приходили люди, очень часто, опять же, приходили по спине, потом начинаем копаться, там проблемы вообще в море. Я говорю, все у тебя хорошо? Да, все хорошо. Я говорю, а когда последний раз, вы, извините, ходили для себя, гуляли для себя, спали для себя? Ну, просто спали. Там, я не знаю, там, камни в речку кидали, там, пинали листья, играли в футбол с пацанами, ну, там, можно тысячу вариантов придумать. И люди так грустнеют. Ну, да, да, да. Я говорю, так когда? Не спрашивай, вообще тема грустная. То есть, выжить внутренне, ради внешней реализации, это тоже дисбаланс. Хотя, допустим, та же система, вот эта феншуевская, она вроде бы как бы даст, вроде все, равномерно, большая звезда, круто, развитие. Только жизни нет. Ты отработал на внешне. Правда, бывает и наоборот. То есть, люди, там, интеллектуалы какие-то, да я там в этом шарю, там, в этом шарю, вот здесь я могу. Но только внешней реализации не хватает. И, как бы, и денег вроде впритык, и вроде машину поменять, и с жирьем непонятно что. А во внутреннем мире там все круто, классно, идеально. Ну, тоже, да, то есть, наружная петелька маленькая, внутренняя большая. И, вроде бы, тоже не совсем правильно, хотя, ну, в общем-то, так более жизнеспособно, чем наоборот. Если будете учиться целостному восприятию, вот, то учитесь. Общую схему я дал, в принципе, остальное надо просто наблюдать. Если будет не получаться, то я говорю, что если вы развиваете чувствительность, то это самая основа для всего остального. Если вы чувствительность не хотите развивать, то никакой вот такой анализ от ума не получится. А если получится, то будет ложным, имейте в виду. Это надо натурально чувствовать. С другой стороны, когда вы чувствуете, никакой особой проблемы нет в анализе. Вот, а что делать? Ну, что делать? Тут уже, как правило, требуется внешняя помощь. И, в принципе, это нормально. То есть, жизнь так работает, полностью на взаимодействие. То есть, внутренняя с внешним, там, одна сторона жизни с другой, там, высшая с низшим и прочее. То есть, не бойтесь взаимодействовать. Если вы хотя бы примерно представляете, в чем проблема, то вам уже гораздо легче найти того, кто ее решит. Ну и успехов в том году! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!